у меня культурный шок смотрите роль чипсики орешки смотрите здесь просто ураган закрыли вот двери еще одной дверью поддержите мой канал лайком оставьте комментарии и это очень хорошо продвигает каналы и я очень буду вам признательна за это и смогу еще больше снять видео которые вам помогут выбрать отдых вашей мечты чем друзья смотрите есть опироль они также делают шампанским коктейль но он продаю каждый натуральный опироль турецкий турецкий аналог но он по вкусу похожий есть общем бэйлз и вот говорят там есть те паста наш посмотрим сходим может быть какой-нибудь просто вам показать кассажевая музыка мужчина играет на гитаре оказывается есть тоже есть типа как кофейня идем пробовать косно работает 7 на 24 смотрите а нет написано вот 10 30 до 7 утра до 7 утра смотрите разные бутерброды здесь сейчас я съем какой-нибудь бутербродик сладкую я не хочу таким предлогом посмотрите алкоголь есть и кофе разная чай похоже даже на старбакс экспресса по крайней мере эмблема starbucks и на чашечках тоже смотрите меняя на этих на стаканчик представляете спросила у девушки у тубармена на гатериально starbucks она готова рекламу не видели я говорю нет я вообще не знала что здесь как кофейня есть я думал вообще ничем не кормят между обедом и ужином starbucks наливают там разные напитки есть прямо старбакс интересного смотрите тут незаконно проникла это китайский ресторан вот талякард вот таком стиле китайский или японский вот мандарин называется талякард ресторан и вот еще для перла ресторан итальяно давайте посмотрим вот смотрите какой интерьер такое все в белом стиле написано что есть дресс-код друзья но у меня культурный шок насчет старбакс это еще и мало того что он работает до 7 утра еще и безлимитно то есть я спросила у меня сейчас у официантов там у барменов лимит какие-то есть обычно же ли что можно одно кофе на при один кофе вернее например или там один напиток какой-то а здесь не год безлимитно можете брать сколько хотите представляете шок шок контент не сказала что прекрасный багет на очень вкусном масле то есть я вот просто сливочное масло не то что его люблю но у меня мама очень его любит и она в нем разбирается меня научила соответственно то есть масло вкусное и прекрасный багет прекрасный сыр там лежит и в общем не знаю я просто в шоке и это все бесплатно у меня опять пятый этаж друзья как я вам так вот в платьишке люблю очень это платье цветом так нравится идем на ужин единственно что туфель нет конечно для меня это проблема но тащить туфли я уже точно не хочу в этом в своем рюкзачке еще хочу сказать что кровать просто потрясающая то есть она такая мягкая это немножко полежала вот видите немножко примята просто проваливаешься вот кто любит такие мягкие кровати кровать прямо очень мягкая посмотрим конечно на ней спать и вот этот диванчик я его все обычно на диванчике уже не сажусь а тут я прямо вот несколько раз сегодня села на диванчик так классно так классно просто мне так понравилось очень удобно так удобно на диванчике вот сюда можно что-то поставить правда, я еще ничего здесь не пробовала но вообще просто наслаждение релакс друзья приезжайте на отдых смотрите, есть опять пельмени это болезнь к этому я равнодушна но кольца люблю, картошку нет, не ем совсем, это язык это соус это гречка курица и за сладким соусом морковка индейка это рыбка овощи шашлычки это все вкусненько говядина баранина даже и соусы вы знаете, за цену достаточно недорогую довольно-таки вкусненько все компактно немного, но все есть абсолютно красной рыбки только нет это моя боль ну вот смотрите вот это рыбка сыр очень красиво все украшено тут всякие закуски мальчики-спортсмены пришли кушать смотрите, что я взяла вот это язык это баранина и шашлычки все мясное такое а здесь пиде пельмени попробовать вот эта рыба какая-то потрясающая с черной кожей не знаю, очень вкусная в обед ее ела просто нереальная не знаю, что это за рыба еще хочу, конечно, салат ну там эти спортсмены выстроились в очередь бесполезно пробиться подожду, пока они разойдутся смотрите, как помню еще надо овощей приятного аппетита давайте я пробую язычок я уже чувствую, что он мягкий нереально очень вкусно курочка такой мягкий но прям вот реально шашлык как будто бы вот замаринованное все, то есть не просто сухая эта грудка как была это я не вспомню что это Татэп Порт Ривер там просто была сухая грудка нанизанная на шпажке еще холодная ну-ка, баранина очень вкусно смотрите, какая знаменитая шоколадная баклава в общем, говорят, что баклава здесь исключительная на самом деле вот я так вот смотрю даже набита она ну, лучше, чем во многих отелях вот я хочу вам попробовать еще вот эти стаканчики все-таки вот хотела хотела, ничего сладкого не есть но это же раз не получится это не получится хотела стать уйти только покушать мясо и все но нет взяла такой стаканчик попробовать шоколадную баклаву и вот такую обычную баклаву не смогла удержаться давайте пробовать я думаю, что просто это йогурт из шоколад шоколад так турецкий красиво ну, крем какой-то не знаю непонятно ну, крем какой-то плаву шоколадную вкусно? очень нереально смотрите, вечером красиво а я маленько заблудилась в общем, села в лифт в другой стороне и не могу найти они все одинаковые номера вон, нашла теперь 15-20 в общем, у меня номер 15-21 смотрите пироль чипсики и орешки смотрите, даже с этими свисташками один два три где твой мужчин? где? андрю что это? ой-ой это тик-тик-тик-тик тик-тик-тик тик-тик-тик друзья я ушла оттуда потому что там музыка играет которую мне потом нельзя будет ну, то есть нельзя использовать на ютубе в общем, давайте пробовать виски в общем, вот виски и кола не знаю сколько много мало не знаю я видела, что виски наливают разный то есть и Red Lay наливают и Bluntines и вот этот виски он мне какой-то налил сейчас, конечно ну по вкусу он неплохой такой мягкий и без вкуса химического привкуса попробовать для вас в общем, друзья очень хорошая ну, как бы такая программа ну, как программа то есть они именно рассчитаны на русскоязычных такое вот шоу как бы игровое очень давно идет и наши ну, русскоязычные принимают активное участие друзья а тем временем на улице погода разыгралась смотрите просто дождь идет такой ветер ветер, говорит, требует за окном арматуру смотрите, какой ветер не знаю вот видно вот как это самое дерево качается завтра похолодание и дождь ужас доброе утро, друзья смотрите, какой ветер вся эта речка там, кстати, уточки по ней плавают вся речка прям волнами такие мелкими идет рябью я вот не знаю слышно или нет но ветер прямо задувает вот этот кондиционер он, слышите? еще что обнаружила смотрите здесь электронный замочек то есть так вот его я вечером нажала и дверь закрылась друзья доброе утро сегодня спала просто потрясающе я так нигде не спала ни в одном отеле кровать просто вот не знаю как сказать как она как люлька вот такая мягкая вот ни в одном отеле такой кровати не было это я вам точно абсолютно заверяю я очень к этому чувствительная такая мягкая кровать просто нереально а сейчас идем на завтрак посмотрим что нас там кормят единственное что конечно жарко очень вот жарко и мне после того как я в жаре сплю ну сейчас маленько разойдусь лицо еще мятое извиняюсь здесь в пути к ресторану тоже такой бар но он сейчас не работает работает только вот в лобби баре на там где ресепшн сейчас идем вот туда в ресторан слышите как задувает здесь прям слышно это это ветер смотрите мужчина стоит и у него все это самое вся одежда колышется смотрите стандартно завтрак с 7 до 10-30 обед у нас с 30 до 14-30 ужин 18-30 до 9 и снегвар работает 14-30 до 4 и ночной суп паста 23 до 0-30 ну вот нас сразу встречает тут сухие завтраки горячее молоко потом вот смотрите молоко разное есть и козье и соевое и без лактозы в общем разное молоко представлено здесь вот супчики супчик суп щечевицы с утра здесь тостных можно сделать смотрите какие лепешки делают классные и на 1 лепешки тоже порезанные семиты порезанные булочки разные доставить все зимом какая булочка такая на булочке сейчас диета это вот тосты с сыром и вафельки яички разные по времени сужу рис это манка манная каша это рис на молоке это овсяная кашка сосиски еще с соусом это мини-мен вот помидорами перцем яичницы это сатэ из картофеля сатэ из грибов и сушеная фасоль ну фасоль в общем куру-фа-фуле ну и стандартные вот овощи здесь смотрите орешки изюм всякие орешки даже разные ну не разные арахис только печенюшки халва лукум первый раз вижу что так вот активия есть она же у нас в принципе дорогая как бы здесь ну по сравнению с другими йогуртами колбаска варенье вот смотрите всякое разное вишневое инзанжира из ижевики из арбуза даже ездим мед вот такой тулум пионер пионер это сыр и разный сыр вот такой взяла вот такой омлет это вот скумбрия копченая это сыр такой белый ну да вот колбасный я его люблю и вот два кусочка какой-то не знаю из курицы и огурчики здесь такой полумрак везде искала место такое посветление но не нашла бесполезно везде вот в залах почему-то полумрак интересно так я предел утро друзья ну питание просто ну очень хорошее то есть такие полноценные и колбаска это прям вот такая хорошая колбаска куриная такая ветчина и сыр прям отличный то есть свежайшее все то есть по питанию такой жирный плюс жирные пять баллов вот такая массажная комната випрук нам написано красиво бассейн давайте посмотрим крытый вот такой бассейн сейчас наверное я сюда приду поплавать тоже 130 сантиметров немножко поменьше глубина что-то мне кажется я еще больше опухла очень жарко вообще очень вот здесь такое джакузи пошла переодеваться тоже хочу поплавать что делать скучно а здесь вот сразу на выходе такой вот который подогреваемый на улице вот все есть парная сауна даже две две сауны смотрите обе работают вот такой запах приятный хамам потом покажу там человек лежит смотрите какая тучка надвигается позвонила сейчас по номеру 44 44 и сказали что принесут халат ждем причем отвечали на русском на русском языке отвечают колл-центр сказали смотрите моментально принесли прям даже 5 минут не прошло есть халатик в общем рано я радовалась халат оказался маленький размер где-то на 46 а уже просто маленький крохотный халат в общем одела свое платье накинула свой палантин и идем в бассейн очень холодно очень не представляете какой дубак пойду греться в этот бассейн срочно в теплый в общем друзья вот такой хамам даже эти тарелочки есть которые поливаются то есть все все по-настоящему такой красивый хамам большой пахнет приятно ну все а я иду принимать душ бассейн такой небольшой поэтому людей сейчас много пришло я не люблю когда много людей уже так что будем ждать пока все разойдутся попозже еще придем нравится все удивляются когда я так разгуливаю в куртках а я такая полголая как вы думаете куда я иду догадайтесь с трех раз конечно же пить кофе в старбакс неужели я себе в бесплатном удовольствии откажу это вообще что-то нереальное ооо вообще просто супер только ради этого можно в этот отель ехать шутка конечно смотрите какая люстра такая инсталляция на улице погода шепчет налей и выпей еще что хотела сказать про бассейн очень много хлорки просто такое впечатление что даже вода какая-то вязкая у меня все тело в общем так щипало я вот поэтому даже быстренько довольно-таки оттуда ретировалась вот и потом приняла душ душ хороший такой приятный вода прям напор хороший единственное слив не очень то есть вода стояла не сливалась ну это как бы мелочи жизни смотрите какое ветрище просто ураган ну тут точно какой-то отель сатурн вот видите его отсюда видно и такое наверху кольцо кольца сатурна но он видимо очень давно не работает вообще вот так уютненько смотрите такие красные люстры такое тепло навевает все все ничего но очень сильный ветер ветер просто вообще потас даже чизкейп есть смотрите какие торти красивые такой детский клуб очень уютно лео китс клуб очень уютно тепло там девочка занимается вот работает с 10 до 12 30 и с 14 30 до 15 вообще я вот после землетрясения конечно вообще не могу у меня прям вот такая паника возникает сейчас во всем отеле потух свет ну на минуту буквально но он потух хорошо что я из лифта вышла я бы с ума сошла я не знаю мне такой какой-то страх вот я не могу прям вообще преодолеть не знаю очень боюсь сейчас всего этого в общем чтобы попасть в интернет то есть таким способом вот как обычно то есть мы вайфай подключаем он подключается только на 30 минут через 30 минут в общем заканчивается безлимитно и нужно скачать за эти 30 минут это приложение вот это Аскалара вот в него так вот входите то есть там нужно ввести пароль там уже данные есть по номеру комнаты соответственно уже попадаете вводите пароль свой какой-то вот самый в общем я вот зарегистрировалась и вот написано безлимитный интернет смотрите какая погода какая там туча дожди будут там уже вокруг везде дождь идет в общем вот форма отеля смотрите вот по крайней мере это пятый этаж вот мой номер вот здесь отмечен 15-21 вот здесь я нахожусь вот с этой стороны вот эти номера здесь этот я забыла как он называется генератор вот вот здесь вот генератор находится по-моему да ну в общем вот так а здесь вот бассейн бассейн зона а это вот уже выезд здесь друзья вот смотрите такой чизкейк просто такой маленький кусочек но мне как бы достаточно илаты старабакса вкусно ликер налили такой еще как раз ликер здесь есть как вот я не знаю как называется он такой сложный название немецкое там не знаю как он называется не знаю не могу сказать даже который в терпке терпке такой вот в бутылке в квадратной везде продается вот он дютифри ну то есть у нас не знаю в России может там бывает такой вот он травянистый как будто кора кора дерево настоянное вкусно даже представляете такой ликер есть вообще по отель конечно по алкоголю очень хороший погода просто кошмар просто ураганный ветер скажу что я вчера снимала пляж погуляла смотрите что творится даже не выйти никуда вообще хотя на улице довольно тепло сейчас плюс 16 градусов то есть в принципе даже вот в кофте можно гулять но такую погоду может будешь гулять это просто нереально в общем каждый раз когда я приезжаю в Анталию здесь случается катаклизм смотрите что это там были горы а сейчас там что здесь правда дома еще видно пока вот там тоже просто мрак написано небольшой дождик в интернете друзья тоже смотрите вот я переоделась идем на ужин заказала эту кофточку в интернете ну конечно не думала что она такая трикотажная я думала она будет такая не ну как не тянущаяся такая вот как фиксированная плотная но пришло то что пришло но тоже имеет место быть она такая приятная к телу и штанишки еще мой размер оставался в Мартин Спенсер хорошие такие мне так понравились они это самое но они такие зимние то есть для нас конечно здесь не часто это можно будет одевать ну вот сейчас в отеле это удобно такой цвет зеленоватый приятный мне так нравится смотрите здесь просто ураган закрыли вот двери еще одной дверью там все обтянули чтобы люди не выходили смотрите это есть ну потому что там вообще все с это самое взлетает вообще просто ураган смотрите вот эта штука как колышется не знаю видно не видно но не то что колышется она там бьется смотрите все двери перетянули там чинят выломала дверь ураганом все позакрывали вообще конечно видимо выпало непонятно что происходит в общем говорят 70 100 метров ветер вот так немножко давайте немножко покажу второй ужин такие знаменитые хребты шашлычки не знаю это говядина наверное курица вот эта вот рыба я не знаю что это за рыба сказал какой-то е ефтан етан не знаю сейчас попробую перевести вино уже принесли мне уже знают что я хочу вино с содой ну в смысле с этой с минералкой могу сказать что рыба потрясающая уже не буду все показывать потому что все в принципе то же самое смысла как вообще никакого не имеет поэтому то есть глобально каких-то морепродуктов там 18 вариантов нет поэтому все в принципе то же самое всем приятного аппетита в общем друзья я так как я и думала это уголь это единственная рыба на каждом обеде на каждом ужине есть копченый уголь очень вкусный просто почему немцы его прямо тарелками набирают и там с пивом едят то есть на самом деле очень вкусно то есть такая толстая шкура и внутри такое нежное прям мясо так что это уголь москва может быть но москва ну москва А я делаю миску, как осенний листок. Отварила грязь, когда я спала, я сказала, чему стоп, стоп, стоп. Спросила в Гест Релэйшн насчет ресторанов от Алиокарт. В общем, сейчас, в общем, вообще в отеле 7 ресторанов Алиокарт. И зимой они все платные абсолютно. Единственное, что летом, в общем, она говорит, что одну неделю один бесплатный, а одну неделю, может быть, два бесплатных ресторана. В общем, такая вот история. Вообще 7 ресторанов Алиокарт. Смотрите, доброе утро. Смотрите, я увидела там заснеженную вершину. Там, оказывается, везде дождь шел, и вообще не видно ничего было. Смотрите, вся вершина в снегу. Смотрите, как красивое небо. И вот тут вчера было все серое, а вон там какие горы, и вон там какие горы красивые, высокие. Прелесть. Люди уже выезжают. В общем, по поводу интернета. В итоге мне пришлось обратиться к Гест Релэйшн. Она мне немножко там помогла, в общем, у меня не открывалось, почему-то писала, что пароль неверный. И в итоге потом я все-таки к ней пошла, не знаю, что-то мы с ней там потыкали. Пароль мне пришел на почту, какое-то там цифровое, и я, в общем, мы вошли в итоге в эту программу. Ну, то есть, вот программу нужно скачать. Давайте посмотрим скорость интернета. Это вот я нахожусь в комнате. То есть, вот интернет идет через программу. Ну, смотрите, интернет достаточно хороший, то есть, запросто можно здесь работать. Видимо, рассчитано на фрилансеров, кто здесь работает и находится, живет, в общем. Можно жить, в общем, здесь и, соответственно, работать удаленно. Хороший интернет, 42,6, то есть, скачать, а на загрузку 53,1. В общем, я уже телевизор смотрела за эти два дня, конечно, немножко, ну, по крайней мере, включала. И уже точно знаю, что вот есть, значит, РТР, есть вот первый канал, вот Россия 24 есть. Есть НТВ, есть ТНТ, есть 8ТВ.РУ. Это все уже не наши каналы. Телевизор отлично показывает. Прошла, смотрите, до конца коридора, и вот так выглядит территория сверху. Смотрите, вот, даже немножко вид на море есть. Там, оказывается, какие-то пустыри. Море сегодня бушует. Неудивительно, после вчерашнего шторма, урагана. Вот с этой стороны отель Сегенус. Этот вот сейчас Сатурн, который мы выяснили, который не работает. И вот это Литлара. А далее Литлара. Вот так выглядит сверху. Вот, оказывается, видите, есть номера с видом на море, но мне его не досталось, и выбрать его было невозможно. А то есть на букинге, где я бронировала этот отель. Вообще, конечно, обслуживание оставляет желать лучшего. Не знаю, все-таки, как я чувствую вот эту вот разницу между вот россиянами и вообще вот, ну, я имею в виду русскоязычными, и вот иностранцами. Только все-все из-за денег. Потому что вот я, конечно, вчера... То есть у меня была там мысль о том, что что-то им дать денег каких-то там, это самое. Ну, не знаю. Рука у меня не поднимается. Сейчас пришла, говорю, доброе утро. Вообще, ноль эмоций. Просто. Просто ноль. Я говорю, кофе мне сделайте. Он там что-то протирал. Чуть меня не снес. В общем, я еще хотела сказать, что я же вообще клиентка здесь, а не этот самый. То есть он просто, ему надо было туда пройти, а я стояла у него на пути. И он просто меня отодвинул и прошел официант. Вообще, просто кошмар. Не знаю, я прям так это чувствую. Ну, вот я вот тут вот стояла с этой стороны, а тут был официант. Вот он прямо это самое, ну, мимо меня, в общем, просто снес практически меня. В общем, друзья, короткое резюме об отеле. Питание так на пятерку, без изысков, но очень хорошее, вкусное. Этот, алкоголь хороший. Ну, они, конечно, потом там начали уже вчера подяжать, и уже недовольные были, что деньги не даю. Ну, по крайней мере, если денежки будете давать, хотя бы какие-то небольшие, я думаю, что алкоголь натуральный, импортный. Ну, не весь, но много. О том, что, ну, обслуживание, я говорю, что к обслуживанию, конечно, есть претензии, но они во многих местах есть. Так, в принципе, обслуживают. То есть и чай приносят, кофе, то есть трансфер. Ну, и не трансфер, и этот сервис есть до столику. В общем, достаточно приятный отель, по крайней мере, за небольшие, если деньги, он вообще прямо, ну, супер, будем так говорить, питание отличное. Ну, бассейн, вот, то есть бассейн холодный, который подогреваемый. Я сегодня уже хотела тоже в него залезть, но уже не полезно, потому что очень холодно на улице после вчерашнего урагана. Ну, бассейн открытый, небольшой, такой, с хлоркой. Он автобус проехал, надеюсь, это не мой. Ну, в общем, так вот все. Так, в принципе, хорошее впечатление про отель. То есть, если хорошие скидки, то можно ехать. От моря далековато, конечно, но там хорошая территория у моря. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Для меня это огромная поддержка, огромная. И я сниму вам еще очень много отелей. Всего доброго, всех люблю. Ну, вот видите, сегодня солнышко, собачки все вывалили. И вот здесь отдыхают на солнышке рядом с остановкой.